Всем привет, вы слышите Лёшу Халецкого, и это продолжение моего ФФА-сериала в Сидмейерс Цивилизейшн 6. Напомню, я играю за Россию. Если вы не видели начало, то рекомендую перейти к первой серии и начать просмотр именно с неё. Ну а всем остальным приятного просмотра. Нет, Сандров, ты всё равно не успеваешь, как бы. По-моему. Да нет, ты что, это ж надо построить сначала Манхэттен, а потом уже только эти строить. Да долго. Да, сейчас у меня наука нормальная, ну это уже не играет роль. Ты правильно сказал, по поводу вот ты первый вышел, построил, скинул, ну как бы нормально. А так, что сейчас уже? Я же говорю, мне вот эти вот... Это война с Горго, она как бы до конца. Ты же видел, как тебе было легко. Тебе надо было раньше его сносить, вообще вначале. То есть, он пошёл в кампусадку, видишь? Нет, так он вышел очень быстро, чтобы ты понимал, мушкетёра. Ты, ну, он жаба в арбалетах хотел выйти, да. А, ты, мишу, это вообще на ранних стадиях игры? Да нет. Да у меня там справа был сосед, Конго, он бы мог помочь. Я не хотел нарываться вообще, лезть на рожу. Так дожил до конца игры. Несомненно, достижения уже. Нет, так-то у нас уже половина игроков, нет? Ну да. Что в инкью моде не наблюдалось никогда. Кстати, в ваниле постоянно что-то. Ну тут из-за карты, конечно. Ты понимаешь, мне там не очень нравится то, что там ребята играют, да, воюют, воюют. И очень часто война, вот она такая, ну, не самая лёгкая. И вот потом, типа, ну, вот видите, забрал человека, всё, можно отдавать победу по очкам. Вот это не очень прикольно. У нас хоть тут до конца мы собрались и играют. Вот интересно, почему у меня такой минус по голде пошёл просто, тихий? Ракеты стоят дорого. Ну нет, не одна ракета. На меня прилетела ракета, на тот момент у меня было плюс восемь голды в ход. Восемь? Восемь. Я имею в виду, которая была за тобой, там, Лиссабон какой-нибудь, Джакарта, экономическая. А кто-нибудь в курсе, почему у меня недоступно сейчас вот ракеты скинуть? Городу, чтобы угрожает. Восемь. Потому что город в осаде был. Ну да. Да, я эту стену не пробью. Какие? Ну, в киншасси. Там 103. Да, вижу. 106, а у современного сгенералом 105. Вон у Парижа 112. Я вижу. Каска нормальной армии там с танками современными сражается. Но все равно даже счастье грешка за союзный, но все равно уже 103. Смотри, а у тебя что-то, наверное, счастье, смотри, от чего. Ну что, счастье, счастье, наверное, спросила, а но что же влияет на доход? То есть у тебя было там, допустим, плюс 5, стало 0. Вот тебе минус там сколько, 15-30 процентов. Нет, ну так, чтобы ранее там нести, но нести, но нести. Ну, почему и нет. Калагатки, где-то. Калагатки, где-то. Калагатки, где-то. Я лагеря. А из-за чего такая фигня, блядь? Какая? У тебя, может, деньги вообще в минус ушли? Или минус... У тебя банкротство началось из-за чего-то. Ну, а сколько у тебя было денег перед началом? 80 голодный вход. Почти 90. Ну, так от несчастья... Несчастье вообще-то дает минус в процентах ко всему. Да-да-да. Счастье дает плюс в процентах, а несчастье минус в процентах. Я самый несчастный человек в мире. Это как-то жестко, прям. Это как-то жестко, прям. Ну, блин. Ну, вот нафига ты нападал тогда? Да я... Здесь как бы делал я непосредственно в деньгах. У меня армия все распускается, у меня нет. Ну, блин, ну, то есть, у тебя было несчастье еще от тех войн предыдущих. Нет, у меня не было несчастья, у меня было 2 плюс 3 во всех городах. У меня стоит развлекательный центр. А, да, кстати, это ядерная ракета дает еще минус, между прочим. Ну, атомная бомба на тебя скинута, она несчастье дает. Причем, она несчастье дает туда, кому скинули, а не тот, кто скидывал. Это слишком имба тогда вообще. Это пиздец. Вот, 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 вот. Вот сейчас, получается, скидывает на меня вторую бомбу и у меня еще... Да, нет, этих хуйнях, если честно. Не ругайся, пожалуйста. Извиняюсь, это фигня, это реально, как это бред. То есть на меня скидывают, у меня полностью падает экономика вообще. У меня вообще наука, культура Вообще все исчезает моментально Такие адерная зима, конечно А понимают бы это исчезло в одном городе Но полностью во всей державе Так это не во всей державе У тебя Смотри У тебя Леон был как бы не слабым городом таким У тебя просто в какой-то период в минус ушло Как только уходит золото в минус Это банкротство Это еще больше Вот это они неправильно сделали, по-моему Но в данном случае у тебя просто было Ну сколько у тебя было денег вот на момент войны У меня было 90 монет в ход Не в ход, я тебя спрашиваю Денег было Сотки две Ну блин, две сотки, класс Ну у меня пошло минус 130 в ход Да, представь себе То есть спустя два хода То есть у меня как бы денег не стало Ну то есть ты считаешь, что это неправильно Это я считаю, что я чересчур имбовую То есть Помимо того, что мне прилетает ядерная бомба Я ухожу в минус Так ты ушел в минус, потому что у тебя не было запаса денег В принципе У тебя не было запаса денег Ты сидишь Я скажу, конечно Сама А, давайте заканчивать, я шутся Сама, приехали грабить русского Нам только этот шанс остается Грабить? Да, я люблю тебя Воровать? Да, загонять в этот каменный век Понял Хорошо Поеду грабить тоже Грабь и убивай А он снизу Франции, да? Он справа снизу На юго-востоке Ты Джаккарту видишь? Или не видишь? Вижу, вижу Вижу Ну вот Вам туда Тут у Джака красные танки Харчи, у меня вот это было уже 15 ходов Они то здесь, то там, то еще Потом в итоге на финале в Спарте вылезли Понял? Ну что, русский, будем мириться, нет? Я там, это Отвоюю свою территорию, которая вот Приехал ко мне Слушай, ну у меня еще три бомбы есть Я тебе как бы предлагал Варианты Я сейчас в своей бою И пока с Арчи На моей территории Ты там Улетишь в дарство Нет, давай ты еще Американцу войну объявляешь Ну и соответственно Я тоже сам У меня дружба с ним Ну Смотри Меня ты ослабил По-моему больше, чем я тебя Ты у меня захватил город Целый Я на тебя просто Только сбросил Две бомбы Ну ты меня выбил из игры на несколько ходов А ты меня нет? Нет, ну как бы ничья Ты у меня Я не вижу здесь ничьи Я у тебя просил Я воилю А почему у тебя дружба с американцем? Расскажи мне Ну у меня киеву дружбу, я согласился не думать Ну классно Ну что, я согласен? Нет, давай я кидаю Я так Это какая-то хрень У меня захватил город Нет, ну смотри Ну кинешь еще на меня ты парочку бомб И что-то изменит Ну может я твои города захвачу Не знаю Здесь уже как бы не время захватывать столицы Ты мои не возьмешь Говорит человек Который сейчас приходил танками меня захватывать Говорит не время захватывать Класс У меня было время захватывать А вот у тебя уже не время Сорян Ты На два хода Да, прошло время Два хода Ну да, они уже просто нечем нечем Говорит уже Да У тебя там два вертолета летает и все Жалко Нет, в 20 лет прошло И не время захватывать И нечем И типа вообще Ну смысл вообще Воевать-то, да? Сандр, друг Да Может объявишь Мой войнушка Не, друг Я же тебя Уважаю Я никак не буду Этим страдать Эти твои вот эти вот Штучки Та вы Бросься Джек, а зачем ты меня бьешь? Я же тебя не трогаю Та чё Твоему врагу А чё А чего ты возмущаешь? Ты ж сейчас получишь Двухкратное производство Так он и просит Он и просит Ну А, то есть Джек не хочет объявлять? Или что? Джек Арчи просит Чтоб я ему объявил войну А я говорю Нет Без этих штучек Наших Ну вот смотри Джек Я вижу армию австралийцев У тебя под Парижем Вот Объясни мне Почему мне не кинуть В эту армию Ядерную бомбу И заодно ещё Париж Заденет Ну Кстати, да Я полностью согласен А ты говоришь Давай мир заключен Ну там какие-то Два танка Один танк и вертолёт Они много чего награбят Да Это не та Типа Не то количество Армии Не, ну давай Я короче Я уничтожу У меня тут бегают Ещё Три армии Танков И сделаю так Что до тебя Он не дойдёт Я сам могу сделать так Что до меня не дойдёт Зачем на кого-то Перелажив Друз ответственно Перекладывать Да Перекладывать Я как бы обещаю Что я на тебя сейчас Ядерку не скину Так у тебя их нету Нет, я уже построил И Манхэттен У меня есть Ядерка Что-то тут не так У тебя уже почти готовы Ракетный крейсер Ракетный крейсер Оттуда Ничего не улетит Он может приплыть И всё улетит Поэтому русские Да, вот Прокидались Ядерка Всё, хватит Прокидались Прокидались Ну так чё Я стопаю Не стопаю его Как хочешь Не могу тебе запретить У меня ядерка Прокидались Ты понимаешь Ну он тебе В любом случае Прокидался Ты его не стопаешь Он всё равно Твоей территории Ну потому что Мы с тобой не договорились Он уже разбежал Своего Под Парижем Нету Ну слушай Я тебе предлагал Перед этой войной Выход Объяснял Почему это не Ну не хорошо Вот так сделать Что произойдёт Я думал У тебя одна ядерка Я не знал Что у тебя Две Три Точнее Я думал Я по-быстрому Успею Раз Взять Тут Воронеж И взять Второй горы Как-то неубедительно Я просто не вижу Что ты потерял Тут столько же Сколько и я Честно говоря Ты понимаешь Что в войне Ввязываешься в войну Значит Ну Будут какие-то потери Я не вижу Этого У меня был Классный мой город Воронеж Один из моих Лучших городов Ты его захватил У меня сейчас Жгли что ли Куча Ну почти У него Четыре жителя Осталось Мне пришлось Просто на него Ещё ядерку Сбросить Чтоб Его армию Убить Это слева От пресла Что ли Вот это Это справа От льона Да Слева От пресла Ага Ну там Как-то Нормально Похоже на полигон Ядерных испытаний Зачем ты Джек Пошел Без ядерного оружия Ты кидал бы ядерку И заезжал бы Забирал город Зачем тебе было Что-то там Придумывать Да Кстати Танки делал Ну Это же ядерное оружие Я давно не играл На этой стадии игры Я не ожидал Что он прям Настолько будет Я помню Как в начале Было Нет А к тому Кто кидает Тоже минус Какой-то идет Да Конечно Я не ожидал Что прям Вот Настолько Жестко Все будет Все будет Ахм АК 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 ты меня грабишь? ну ты с меня убить грозишься сейчас мы подзагоним тоже ну ты с меня убить Нормально. Нормально. Пустыня вверху Аргоса. Три алюминия. Рядышком. Вообще такой никчемный ресурс. Три алюминия. Три алюминия. Три алюминия. Три алюминия. Ну вот, я смотрю, тут такое счастье прилетело. Да это все благодарности французу, он все себе сам устроил. Я просто помню, как раньше было с ядерками еще давно, где-то я зимой играл. Там было по-другому. То, что в кого кинули, не получал такой дичайший, так сказать. Да блин, ты получаешь минус из-за того, что у тебя попало на город. У него уничтожились какие-то постройки на счастье. Уничтожились постройки на деньги. И у тебя пошло в минус по деньгам. Несчастье получилось из-за того, что у тебя банкротство. Минус по деньгам. Я просто рада, что в этот же ход полность несчастья в абсолютно всех городах. Понимаешь? В абсолютно всех. Блин, что я тут хотел? Ну, веселая партия получается. Ну, карта, да. Сидят, два человека отстают. Мы впереди. Давай. Нет, надо пойти меня захватить. А вот ты успел столько ядерок настроить. Ну, потому что у меня Рурская долина. Я быстро вышел в проект Манхэттен. Именно его и строил. Именно ядерки и строил. А не танки, как ты зачем-то. Ну, я не играл достаточно давно на последних этапах. Обычно все заканчивается еще на обычных танках. Ну, что-то ты, может, на американцы сканер заодно? А че ты так это подначиваешь всех? Ты ж ехал грабить русского по мне? Я все передумал, там увидел армию вертолетов. Давай, давай мир заключим с тобой. И ты объявишь американцу войну. И я скину тогда на него. Миссионеры, правильно. Ну, круто. То есть ты хочешь, чтоб я скинул... Ну, так строй ядерки и скидывай на американца. Они пытки как бы. Ха. 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 Ремонт. Укрепление. Нет. Такая какая-то новая Австралия появилась. На карте. Неожиданно два города Австралии. Я не понял. А где спасибо? Я же сказал еще на прошлом ходу спасибо, Леша. Джек, а у тебя нечего, да, запустить что ли? Сейчас. Да мне неоткуда. А-а-а. Ну ты даешь. Ну там военный инженер один ход строится. Джек, ты кидая уже на американцев. Что тебе? Зачем тебе на русского? Можешь на Австралиица бросить. Он же тебе всю игру испортил. Австралиица он последний хвост. Да-да-да. 55-54 в хвосте, говорит. Ну, кстати, француз, ты-то меня опережаешь по науке? Я уже все изучил. Вот видишь. Слушай, ты все изучал, опережал меня по науке. Вот если б ты не нападал, а просто строил. Все было бы хорошо. Тут можно попробовать что-то сделать, да. А просто из города ядерку можно скидывать? Нет. Можно либо из спусковых шахт, либо с этих подводных там лодок. Ну и самолетов. Да, из самолетов. Ну, если что, я возле Марселя, Леша. Вот, Арчи, дал бы ты мне Тулузу захватить? Тогда я мог бы на американца что-то скинуть. На хрена тебе была Тулуза? Расскажи мне. Да я не знаю. У меня прямо возле Тулуза танк стоял я. А как ты предлагаешь вот скидывать? Откуда? Как? Ну, захвати Руан. Вон твой вертолет там. Один ход вон на пригород становиться, на следующий ход ты доедешь до Руана. Настал очередь американца, да? Получать подарки. Эх. А что? Я ничего не понял. Там не то, что теряется. Они сейчас у тебя умрут как бы. Да, они у тебя все умрут. Там сейчас все сдохнет нафиг, если ты оставил. Ну, здрасте, как не знал. Таким было всегда. Ну, тогда поздравляю тебя. Вот поэтому он вот садок купил. Садок купил. Да. 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 Не знал. Но он у тебя обернулся, далеко не перешел. пойдем давай спасибо за игру сандром а эти танчики красивым гуськом плывут на меня в тулу нападать да но это вот вы же говорите про то что летят там ракеты взяла все можно выходить джек я сохранился я на всякий случай держу танчики просто французы уже как бы логики охватывать города он держит ни о чем вышел у него еще нормально по ногу как и у лёш ну типа столицы не до чем да он там построить само дело если симболь на руан сейчас пойдет вообще у него марсель останется нашу сандру танчики не уберешь какие вот эти то наверно нет ну а смысл уже убирать тут получается война всеобщая а вас только включится вне марч ехал грабить и че-то два города поимела мне тоже хочется счет такого калява на сексе спина рам ну да что-то так тормозит видно летит что-то да видимо что-то летит так отключу пока звук а где тут мой вертолет а Продолжение следует... О! А мы не обговаривали там, что не заключать мир с ГГшками? Это все нормально, да? В смысле? Ну, тут же после патча этого с ГГшками можно мир сразу заключать. Я понял. Ну, вообще... В той группе нельзя, вот если... Да, в той группе на 10 ходов, как и положено, нельзя заключать. Ну, тут, блин, понимаешь, проблема в том, что хрен отсчитаешь. Потому что тебе объявляют войну, ты должен зайти, посмотреть. Какие ГГшки тебе конкретно объявили войну, значит? С ними следить 10 ходов. Ну, я не заключаю, у меня вот... Я с поленкой, с Тарикону, с Джакарты, да, я тут с половиной боюю. А я заключаю. Потому что... Потому что я не в курсе, кто... Вот я сейчас пошел, заключил мир, я просто не в курсе, какие из них, например, были... Объявили мне войну из-за Сандра, какие объявили войну из-за француза или из-за тебя, например. Я просто вспомнил, что он за ГГшками помирится и пошел смотреть. Ну, ладно, уже не обговаривали, давай-то, да, мириться. Хорошо. Ой, на меня прилетела бомба. Если есть на свете рай, будет Астраханский край. Ну все, Леша, это место должна быть. Обойдешься, я не буду тебе помогать выигрывать. Давай уж сам что-то сделай. Так я только изучаю. Леша- Аплодисменты. С alleine. У- С- С gece- С ar puedan стать скайном. Аплодисменты. Это опаснымating. Аплодисментами. Аплодисменты. С Stevens. Вoh. Все. Продолжение следует... 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 Арчи, а ты когда будешь сбрасывать атомки? Всему в твое время. Тут пока по техам он еще далековато. Он у меня, города захватывает, ты можешь это понять? Я не построил еще, у меня чего сбрасывать. Я бы с удовольствием не могу. Вот это мир дружбы. Когда ты будешь сбрасывать на него ядерки? А что с ходом? Во Франции демократия, нормально. Самое время. Воюете? Демократия, спаси. И тут не проплыть, и там не проехать. Жизнь какая-то. Ты кому-то мне плывешь? Да не, я вообще говорю, что здесь просто все это в ядерном огне, понимаешь? Все. Блин, проползешь. Блин, проползешь. Как калинка зловещая начала играть. Все. Так. Все. ientă. Продолжение следует... 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 ну ладно я наверно пойду потому что я тут не могу ничего сделать с океана кидает ядерки и все я могу сказать сколько у меня ракета вы считаете кто выиграл у меня 8 штук готов француз француз вот француз не сообразил к сожалению и везде строится у меня 0 у меня проблемы у тебя серьезно нету я уже кинул бы на тебя тут я забросаю россию там по полной программе да да просто с моря забрасывать я ничего не могу как бы противопоставить но у меня стоит 4 корабля на 4 хотя ты ты мог бы арчи как-то нападать на него с моря то есть просто не давать ему кидать эти ядерки хотя бы да у меня производства нету я не вышел в атомные подводные лодки и все водные города мне вообще-то спалили еще в середине игры ну да димка там их поджег он же переплыл потому что не надо мне кажется было американцу давать грека захватывать полностью тоже не делай так поверь и вот поверь мне было на самом деле от этой войны очень плохо я бы лучше не воевал бы чем воевал вот реально всем плохо от войны а где а кому было хорошо в этой игре вон арчи захватывал понятно ему плохо ты захватывал плохо вот я с французом повоевал мне тоже плохо всем плохо и я к тому что вот эти вот оставшиеся города ну то есть вот три города я забирал грека ну 4 все мне бы этого хватило для быстрого развития так получилось я иду трачу ресурсы у меня везде минус пять минус шесть появляются еще и эти долбаные повстанцы и в итоге еще меньше стало науки чем было в начале войны на хрена но надо согласен ну поздравляю с победой тогда закончим на сегодня видео все спасибо за игру недавно в новостях промелькнуло что цивилизация америка уничтожает город изначально основанной россии не дай бог такой же жизни реально вот и закончилась эта партия я думаю что после более чем двухмесячного перерыва я сыграл неплохо тем не менее конечно же было много ошибок которые мне не позволили победить во первых вообще не было выхода к морю это об этом надо было задумываться в начале игры ставить как-то город поближе гавани строить потому что как видите это одним из главных моментов стало в том что американец мог спокойно забрасывать меня атомными бомбами а я ему в ответ сделать вообще ничего не мог я находился только на своей территории я просто забыл что мы в этой партии играем с атомными бомбами с термоядерами со всеми без всяких ограничений что они самом начале будут это вот важный момент который надо было использовать еще в начале игры ставя города правильно так вообще мне повезло я находился отдельно от всех практически единственный сосед у меня был француз который далеко от меня я мог спокойно сидеть развиваться но опять же несколько ошибок не те технологии вовремя открывал то есть мне было намного раньше выходить в атомное оружие раз уж такое делаю намного раньше француза захватывать ведь я уже шел к не в атомное оружие по любому бы нападал на француза он это сделал раньше мне повезло что я как бы уже строил везде бомбу у меня было производство я смог от этого отбиться тем более он почему-то не вышел в атомное оружие просто нападал танками что недостаточно было одной бомбы чтобы всю его армию уничтожить но у меня была возможность раньше выйти у меня было все нормально с наукой какие-то ненужные технологии изучались вот это все сыграло свою роль так что в принципе и место и возможности победить были общая моя невнимательность тут даже нельзя сказать ну конечно вот последний этот демарш француза то что он напал именно на меня немножко странновато было потому что если бы он нападал такие на американцы либо австралийцы я вынужден был бы ему помогать а не нападать на него именно по той простой причине что у меня нет выхода к морю я построил конечно атомные бомбы в начале то чтобы напасть на него но когда я понял что убирая француза я просто открываю возможность другим соперником напасть на меня то я уже поменял свои приоритеты вот получилось что он напал на единственного человека который мог ему помочь против австралии и америке и собственно мы друг друга из борьбы выключили и дальше американцы уже не составляла никаких проблем нас добить а правда думал что австралия не так далеко отстала по науке а вот оказалось что он даже в итоге в атомные бомбы и не вышел так что интересная игра мне нравится что в 6 цивилизации можно большими партиями играть где много человек и могу сказать что следующий фа сериал будет на 10 человек спасибо что смотрели играйте в умные игры спасибо что застрели до конца я лёша халец и тот кто сделал это видео у меня к вам несколько просьб во первых не забудьте поставить лайк а во вторых поделиться этим видео раз уж вы царили до конца видим она вам понравилась я вам буду благодарен и это поможет распространению моего творчества для более широких масс на этом все играйте в умные игры